Здравствуйте! Эфир канала Россия 24 продолжит программа Вести Хакасия. В студии Наталья Чудина я и мои коллеги коротко расскажем о главных событиях региона. Первое заседание правительства Хакасии в новом году выдалось напряженным. Режимы ЧС, штормовые условия. События, которые произошли или каким-либо образом отразились на жизни нашей республики, масса. Министры отчитались в главе о работе за последние две недели. Далеко не все результаты порадовали. Подробнее Ольга Стельмах. Новогодние праздники вряд ли удалось почувствовать властям Хакасии. Сначала землетрясение, ликвидация его последствий, затем теракты в Волгограде и усиление транспортных сообщений по всей России, в том числе и в нашей республике. А в канун Нового года еще один режим ЧС из-за непогоды. Сильный ветер лишил кровли несколько многоэтажек в Сорске. А в Фыркале Ширинского района унес часть крыши сельской школы. Разрушения в Сорске уже устранили, но вот школьники Фыркала вышли с каникул в неотремонтированное здание. Реагировать гораздо острее. Мы проходили это все вещи и знаем. Мы за семь дней можем целой деревне кровли менять, включаться и реагировать. Максимум 3-4 дня вопросы должны сниматься. Еще один момент, который вызвал негодование главы – ситуация с китайскими теплицами. Борьбу с нелегальными овощеводами. Хакасия ведет уже многие годы. Тем более, что по заключению экспертов, урожай из китайских теплиц крайне опасен. Вопрос нужно решать немедленно. Главная задача правительства любой власти – это безопасность населения. За этими овощами стоят болезни наших жителей, а прежде всего дети. Я требовал, чтобы эти теплицы были снесены. Не хватает духа, смелости уходить из постов. Я под свою ответственность взял этот вопрос. Что еще нужно? Виктор Зимин не обошел и положительные моменты. В новом году Хакасия претендент на серьезные преференции из центра. А значит, республика сегодня должна не только подготовить почву для инвесторов, но и навести порядок в действующем бизнесе. Первый шаг – избавиться от зарплат в конвертах. Эксперты оценивают эту величину, что платится зарплата в конвертах. До 40% этот объем оценивается на уровне Российской Федерации экспертами. Сложно сказать, каков это процент в Хакасии. Конечно, такого подробного исследования не проводилось. Но, наверное, мы в целом находимся в таком российском тренде. До конца января такой срок отвел глава республики для легализации заработков. Уже с февраля работодателями займутся прокуратура, налоговая служба и МВД. Кроме того, предприятия с подозрительно низкими официальными зарплатами, заверил Виктор Зимин, не смогут рассчитывать на грантовую поддержку. Ольга Стильмах, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Молодые врачи сегодня рассказали о своих проблемах представителям здравоохранения. Встреча прошла в неформальной обстановке. Еще недавно Хакасия считалась одним из самых малообеспеченных врачами сибирских субъектов. Несколько лет назад из республики уехало почти 40 врачей. Для небольшой территории это весьма ощутимая потеря. Сегодня ситуация улучшается. За два последних года только в республиканскую больницу приняли небывалое число молодых докторов. 33. Все, кто не на дежурстве, сегодня собрались за чашкой чая, поговорить, поделиться впечатлениями о работе. С молодежью встретился Владимир Костюш, который сам еще не так давно возглавлял главную больницу Хакасия. За месяцы работы подружились, стали одной большой семьей. Об этом говорили открыто. А вот о проблемах с осторожностью. Главные вопросы – зарплата и жилье. Владимир Костюш отметил, ставка терапевта республиканской больницы оценивается сегодня в 14 тысяч рублей, хирургов – 15. Подзаработать можно на дежурствах. Молодежь от ночных смен не отказывается. Работали и все праздничные дни. Жилищный вопрос Минздрав тоже пытается решать. Компенсирует часть платы за аренду квартир. К примеру, в Абакане молодым врачам возмещается 10 тысяч рублей. Тот механизм, который мы просили, это все-таки строительство малогабаритного жилья для молодых специалистов. Пока только говорим. Но тем не менее, я думаю, что этот вопрос должен быть сдвинут с места. В этом году республиканская больница вновь ждет новых врачей. Сразу 17. Среди них и доктора дефицитного профиля. К примеру, нейрохирург. Без этого специалиста невозможна работа, готовящегося к открытию регионального сосудистого центра. Новый вид мошенничества появился в Хакасии. Обманывают владельцев пропавших домашних животных. Хозяева размещают объявления в интернете о поиске любимых питомцев. Злоумышленники просят перечислить вознаграждение за находку через стандартные платежные терминалы. В результате ни денег, ни домашних любимцев. Наша съемочная группа встретилась с жертвами таких технически продвинутых мошенников. Для Марины Крюковой немецкая овчарка Жак был не просто домашним любимцем, это член семьи. К этому псу очень привязался пятилетний сын хозяйки. А еще Жак – чистопородная овчарка. Уже участвовал в выставках, и собаководы возлагали на него большие надежды. Пес исчез со двора в последний день 2013 года. Хозяева расклеили по городу объявления и разместили их в интернете. Мошенники воспользовались ситуацией, позвонили владельцам и попросили за якобы найденную собаку вознаграждение в 5000 рублей. Назначили встречу возле близлежащего магазина, но общались только по телефону. «Зайдите, выйдите из магазина. Такое впечатление, что они с окна за тобой наблюдают. Потом говорят, там есть терминал, вы через терминал нам деньги. А то вот нам юристы сказали, что нас могут обвинить в мошенничестве, если деньги передавать из рук в руки. Я говорю, да погодите, давайте мы продавцу отдадим, давайте мы в конце концов бросим их на пол деньги. Вы собаку отдайте. Они говорят, нет, деньги тогда через терминал на этот счет перечислите». А еще обманщики назвали владельцам подлинный номер микроклейма, который оставят чистопородным псам на ухо. Это еще больше убедило хозяев, что пса вернут. Поэтому они решили перевести деньги. Но как только платеж поступил, злоумышленники сразу же выключили свой телефон. Заподозрив неладное, Крюковы обратились в полицию. Оперативники уже начали проверку. «Ни в коем случае нельзя перечислять денежные средства через платежный терминал. Никогда человек, который нашел чье-то домашнее животное, не станет таким способом просить денежное вознаграждение. Установлено оперуполномоченными уголовного розыска, что звонки поступали из Вологодской области. По данным фактам проводится проверка». Результаты проверки абаканские полицейские, скорее всего, передадут своим коллегам в Вологду. Но из практики известно, что такие дела очень трудно раскрываются. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. Долгожданное событие в столице республики, в спорткомплексе «Абакан». Открыли бассейн. Строительные работы закончились еще в конце прошлого года. Теперь здесь заниматься водными видами спорта будут и взрослые, и дети. Тему продолжит Алексей Гончаренко. Этого события ждали очень долго. Не только те четыре года с весны 2010-го, пока шла стройка. Ожидания начались еще раньше. Семь лет назад, когда дворец спорта стадиона «Саяны» вместе с единственным городским бассейном перешел в частные руки и перестал быть общедоступным. Теперь таковым должен стать новый бассейн спорткомплекса «Абакан». Условия в котором превосходные с точки зрения спортсменов, совершивших заплыв на торжественном открытии. «В Барнауле бассейн тоже хороший, но не такой, как здесь. Здесь лучше все-таки. Он новый. Старты специальные вот здесь вот такие. Они как на мировом классе, мирового уровня старты здесь. Шпаршавые, хорошие. Он большой, да, размеры. Вот мы раньше плавали в коротком, там было 25 метров. Но здесь все очень хорошие тумбочки и сам весь бассейн». На первый заплыв по случаю открытия неожиданно вышел мэр города Николай Булакин и вошел в воду, как заправский спортсмен. И финишировал первым, а уже через 10 минут стоял во всей форме в деловом костюме перед журналистами. Говорил о том, что строительство обошлось в 450 миллионов рублей, что будут детские группы, начиная с пятимесячного возраста, потому что есть и второй небольшой бассейн для детей. И почему принятый специальной комиссией объект еще в декабре открылся в первый день старого нового года. «Да, можно было открытие сделать до нового года, но мы подумали и решили все-таки это торжество устроить сразу после новогоднего перерыва. Ну, целый ряд причин, которые решил вопрос в пользу вот такого варианта». Теперь в Абакане откроется полноценная школа плавания. Пока же не было бассейна, в городе имелось лишь отделение пригородской дюсаж. «Это сделано действительно для жителей города Абакана и не только для жителей города Абакана, для жителей всей республики. И поверьте мне, здесь будут проходить еще и международные соревнования. Слова благодарности также и строителям. Молодцы. Здесь можно день ходить по помещениям, столько оздоровительных залов и везти новейшее оборудование». Объект производит впечатление не только внешним видом, так сказать, дополняют картину невидимые глазом современные системы очистки воздуха и воды, исключая хлорку. А это возможность заниматься и спортивным, и любительским, и оздоровительным плаванием без ущерба для здоровья. А стоимость билетов и абонементов обещает быть доступной для большинства. Так сегодня консультировали администраторы будущих посетителей, напоминая, не забыть в день визита прихватить справку от дерматолога. Состоялось официальное открытие, вслед за которым бассейн городского спорткомплекса распахнет двери для всех желающих. Правда, не сегодня и не завтра это произойдет, а послезавтра, 16 числа. Как и в большинстве городских организаций, рабочий день здесь начнется с 8 часов утра. Алексей Гончаренко, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Из новостей у меня к этому часу все. Далее смотрите рубрику интервью. Сегодня у нас в гостях эксперт отдела криминалистики Нелли Татаркина. Речь пойдет о полиграфе, или как его еще называют, детектор лжи. Можно ли его обмануть, и какие преступления были раскрыты с его помощью в нашем регионе? Ответы на эти вопросы вы узнаете после рекламы. Оставайтесь на канале Россия 24. Увидимся скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова